Ветер сегодня в Тбилиси, ребята. Все, едем по делам. Ну что, как себя чувствуешь? Спать хочется. Ночью пропрыгали, прозекали. Чемочечек, что сделать? У нас же не как у всех. Да, да. Мое место там нужно освободилось. Кто не хочет сидеть вместо меня? Спартак, как дела? Спасибо, нормально. У вас как дела? Нормально. Чего-то, правда, не присплюсь. Ночь была интересная. Да, у нас не общались с девушкой вашей на балконе. Ветер сегодня, конечно, очень холодный. Да, не смотрю. Ну, красотища-то какая. Вроде как вчера еще летом мы здесь ходили. Когда мы были в последний раз в Спартаку, не помните? В каком месяц? В 10, я не помню, но, по-моему, до сентября. С летом это было, да? Да. Да. Да, конечно. Как не завезут самолеты летать. Шар не собирает, да? Нет, он летает в кадре ветра. Нет, его поднимают. Да? Мы на Макдональдсе ездили. Такие маленькие были. Ужасные маленькие. Вообще. На Руставели застряли. Я думала, мы до 9 не успеем доехать. Проезжаем в Министерство юстиции, ребята. Ребята, сейчас мы на улице Рима, бывшая в Арцехе. По просьбе нашей зрительницы Наташи Пистану. Родственников своих ищут в доме номер 7. Сейчас мы пропустим машины и будем искать. Да, сейчас она улица Рома. Да, мы еще и не зайдем. Попробовать позвонить, кто-то откроет нам. Здесь не звоните. Наташа Пистана написала, что у нее в Тбилиси живут сестры Нино Майя. Фамилия у них Куправа. Их мама тетя Зина. Они жили в Тбилиси по улице Варцехская номер 7. Я не могу с ними связаться. Если сможете разыскать их, узнать, может адрес сменился у моего брата. Его зовут Гия. Был номер телефона, но мы не можем дозвониться. Это моя последняя окна. А вот эти где? А окна? Её. И там поскуют вот эти окна. Ну, позовите или 3 и 0 зайдите по 10. 3 и 0 нажмите и зайдите по 10. 3 и 0. Это Зина ищет по 10? Да. Да, да. Ищут. Направо. На третьем этаже? На первом этаже. Какая женщина. Да. Спасибо ей. Нам помогли. Управо. 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 Вот, смотрите, нашли. Здравствуйте. Нам нужно Нино или Маля или тетя Зина. Я Маля. Вы. Правда? Ваша сестра ищет вас. Наташа Хистанова ищет вас. Как ищете? Она написала, что потеряла с вами связь. У нее был ваш телефон, а сейчас он поменялся, видно, и она не может с вами связаться. Она же здесь живет. Как здесь? Наташа Хистанова здесь живет? Нет, Наташа не моя сестра. А чья? Нино, это моя сестра. Нино, да? Да. Наташу Хистанова ищет. А вы знаете Наташу Хистанову? Да. Она ищет Нино. Нино, Майя, и тетя Зина. Тетя Зина, это ваша мама, да? Дорогие, да, Леоника? Хочу поздравить вас с Нюмой. Наташа Хистанова. Наташа Хистанова. Так, у меня к вам будет огромная просьба. В Тбилиси у меня живут мои сестра. Нино, Майя, фамилия у них права. И их мама, тетя Зина. Они жили в Тбилиси по этой улице. Я не могу с ними связаться. Если сможете разыскать их, узнать, может адрес сменился. У моего брата его звали Гия. А-а-а. Это моя родная. Да, вот. Она не может с вами связаться и просит номер телефона. Дозвониться не может. Меня зовут Ната. Буду вам признательна, если вам что-то удастся разознать. В тот же самый номер. Ну, видно, потерялся. Можно будет записаться ей? Написать? Да. Запишите. А как остальные? Они живы, здоровы? Гия, все нормально? Все нормально. И связи нет у нас. С Гией нет связи, да? А тетя Зина? Она у сестры. Все нормально у нее? Да, нормально. Это болеет его сестра, это там ухаживает за ней. 5? Мобильная нет у нас. А у вас нету? Домашний номер записан. Ну, давайте. 3, 2, 2, плюс 9, 9, 5. 3, 2, 2, 96, 45, 76. Вот, все понятно. Так тетя Зина, она вообще живет в этой квартире или она переселилась к сестре? Нет. Она временно там ухаживает. Она ухаживает, да? Да. А кто еще с вами живет, с тех, кого перечислили? Я и моя сестра. Гия нету, да? Я и моя сестра. А где? Гия в России живет. Ааа. В России, а в каком городе хотя бы, чтобы ему информация? В Краснодаре. В Краснодаре, да? С ним связи нет вообще? Нет. Ну, в общем, передавайте привет сестре тогда своей, она увидит вас. А у тети Зины нет мобильного телефона? Нет, нету, тоже нету, да? Нету, да. Ясно. Спасибо огромное. Хорошего дня. Вы прислали вас? Да. Я блогер и меня попросили, чтобы я нашла вас. Вас увидят, так что будете потом смотреть. Не будете передать привет Нате? Передаю привет тебе. Спасибо. Может позвонит она? А она точно позвонит? Да, мы ее напишем. Да, мы ее напишем. Она вам уже тогда перезвонит. Спасибо. Всего хорошего, всех благ. Спасибо. Маме привет передавайте сестре. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Что? Нашли. Спасибо большое. Ну не зашли там. Зашли мы, да. Тетя Зина у своей сестры смотрит за ней, я так поняла, да? Нет, она здесь. В маленькой комнате. А нам сказала женщина, что она где-то у сестры смотрит за ней. Нет, она здесь. Здесь? Да. Вот в этой правой, это, постучите и зайдете. На правой стороне, на первом этаже. Да, так мы туда постучались, да, она. Ну звонок не дали. Дали. Вышла женщина, сказала, что сейчас тетя Зина где-то смотрит за кем-то. Да, это не знаю. Так что? У нее сестра есть. А вы кого искали? Сестру? Мы искали, НАТО искала своих родственников. Это тетя Зина и там брат Гия есть. А они откуда, в какой городе? Я не знаю, по-моему с Россией откуда-то. Мы просто блогеры и нас попросили. В Москве она жила несколько лет, она в Москве жила. Да. Эта Зина жила в Москве. Угу. Да. А потом сюда приехала. А вы тоже давно здесь живете? Нет, недавно. Недавно. Недавно, да? Мне 4 года. Ясно. Так, 4 половины. Ясно. Хорошо, хорошего вам дня, тогда до свидания. Нет. Я не знаю, у них кухня наверху. Я не знаю, сейчас COVID инфекция. Я поняла. Как не выхожу. Хорошо, спасибо вам большое. Ага. Вы наверху были, да? На втором. Нет, на первом были. А. И они сказали, что их нету. Нету, да. Вот эти окна, иди. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Я приехала. Прямо как заходят. На правом стороне. А вы на левой были, да? На правой были, да. На правой были, да. Это щас? Или на локации? Или на локации? Или на локации? Или на локации. А, не уточная сила. А, красиво, да? Ой, очень красиво, да. Спасибо. Ну вот, Ната, выполнили вашу просьбу. Сначала мы подумали, что вы тоже там живёте. Вы немножко так обалдели, когда нам сказали, что вы там живёте. Ничего себе, нас отправили по адресу. Пошутили, да? Оказывается, нет, не вы. Номер телефона, наверное, мы не будем выставлять, да? Майя, я так и поняла сначала, что за Наташи надо было сказать сразу изначально. Да, да. Если номер работает, ещё телефон. Да, ещё номер надо. Ну, по крайней мере, хотя бы увидят, что. Да, и как называется сейчас улица, во всяком случае, можно письмо написать. Так что и так, ну, приятно. Самое главное, живая, здоровая, всё нормально. Да. А мы сейчас едем ещё одну просьбу выполнить. И потом мы уже свободны. Мы на улице Плеханово, ребята. Красивая очень улица. Вот он, ребята, красивый такой. Мы зашли бы, но сейчас кафе не работают. Барбаристан. Хорошая завица, да? Да, очень. Очень. Какая кухня? Это грузинская кухня. Ну, немножко европейская есть, но в основном это грузинская. Ребята, на какую просьбу здесь сейчас ездят? Улица Циньцадзе. По чьей просьбе дались? Инессу. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!